Чрезвычайная ситуация в стране продлена до 7 февраля, поэтому муниципальная полиция Далгопилса продолжает контролировать соблюдение ограничений, связанных с ЧАЭС на административной территории города. Каждые выходные назначаются дополнительные полицейские патрули, усиленно проверяется общественный транспорт, места торговли и оказания услуг, автозаправочные станции, автовокзал и железнодорожный вокзал. С 1 января по выходным дням в целом проведено более 1300 таких проверок. С начала года в муниципальной полиции заведено 17 процессов о возможных нарушениях ограничения на собрание и частные мероприятия. В основном это молодежь, которая собирается, думая, что вряд ли кто-то об этом узнает. По логике мы ведь в квартире и никуда не идем. Но, как нам известно, тихо отдыхать молодые люди обычно не умеют. Включается музыка, начинаются громкие разговоры и крики. В итоге соседи сообщают в полицию, что за стеной шумят и мешает им спать. А по приезду выясняется, что дебош устроила целая компания нарушителей. В итоге протоколы составляются за оба нарушения. Также продолжаются проверки в торговых местах. Нарушения есть, но они незначительны. Некоторые посетители без тележек или корзинок. Не везде размещена информация, требуемая распоряжением и другими нормативными актами. Ведутся переговоры с представителями торговых мест, и ситуация улучшается. Торговцы в целом стараются сознательно соблюдать необходимые требования. Больше всего нагрузка муниципальной полиции увеличилась из-за объявленного в стране комендантского часа. С 1 января и по настоящее время в муниципальной полиции заведено 64 процесса о нарушении комендантского часа. В 84 случаях за нарушение комендантского часа лица были наказаны на месте. Во время праздничных выходных большинство нарушителей были люди в состоянии алкогольного опьянения, у которых не было веских причин находиться вне дома и заполненного подтверждения. Некоторые проявляли изобретательность и утверждали, что ищут убежавших собак. Но в ходе проверки оказывалось, что у этих людей вообще нет питомца. Полиция отмечает, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. И если кто-то попытается обмануть сотрудников полиции, давая ложную информацию, это выяснится в любом случае. Однако, если у человека есть веская причина покинуть место жительства, стражи порядка отнесутся с пониманием, даже если не все документы будут оформлены должным образом. Очень многие во время комендантского часа перемещаются с работы или на работу. При этом у многих есть справка с рабочего места, где указано, что человек работает на конкретном предприятии, но при этом у него нет заполненного бланка подтверждения, либо один бланк пытаются использовать многократно. Тогда мы выдаем форму заявления, помогаем ее правильно заполнить и объясняем, зачем она нужна. С каждым человеком работаем индивидуально, выясняем все обстоятельства, почему он находится на улице. И тут главная задача ни в коем случае не заключается в том, чтобы наказать. Главное объяснить людям, зачем и почему какое-то время необходимо соблюдать комендантский час. Напоминаем, что комендантский час будет в силе по выходным до 7 февраля. Если вам необходимо покинуть место жительства с вечера пятницы до субботния утра и с вечера субботы до утра в воскресенье, вы должны иметь заполненное подтверждение. Сюжет подготовила дело общественных отношений и маркетинга Дагубинской городской думы.